30 апреля в Наринмаре состоится фестиваль здорового образа жизни. Это масштабное событие, где встречаются единомышленники, проходят в столице Заполярья уже не в первый раз. О здоровом образе жизни сегодня поговорим с ведущим специалистом по работе с молодёжью Регионального центра молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи Валерией Легейдой. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Валерия, расскажите, что такое здоровый образ жизни в общем и конкретно для вас? Что он значит? Здоровый образ жизни. Ну, прежде всего, если брать меня, для меня это моя жизнь в целом, которую я хочу показать своим примером. Какая она может быть? Конечно, в общем, понятие здоровья, здоровый образ жизни — это масштабное, глубокое. И каждый воспринимает его по-своему. То есть для кого-то то, что он делает зарядку — это и есть здоровый образ жизни, для кого-то это занятие таким профессиональным видом спорта — это здоровый образ жизни. Вообще, в целом, главное — любить себя, не забывать о том, что мы должны сохранить своё тело, своё здоровье не только для себя, но и для своих детей в будущем. То есть, конечно же, оберегать его и думать о нём. Почему важна пропаганда здорового образа жизни в нашем современном мире? А как же мы без здоровья, в принципе, можем быть? То есть, ну, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы, в принципе, всё складывалось, было легко работать, было легко жить, ведь мы должны быть здоровыми. Безусловно, это важный показатель нашей здоровья. Именно поэтому пропаганда, безусловно, важна. Безусловно, важна пропаганда, начиная с самого детства, то, что прививают родители, учёба, когда уже ребёнок попадает в среду школы. Ну и, безусловно, важно видеть, наверное, перед собой пример. Потому что иногда с самой мотивацией какой-то её не хватает. А вот показатель какого-то примера, да, возможно, который чисто случайно появляется, прочитав там в социальных сетях про кого-то человека и вдохновившись им, вот это, безусловно, наверное, важно. Какие самые эффективные действия по пропаганде здорового образа жизни? Вот вы же на практике применяете их, поделитесь с нами? Да, какие-то листовки, зарисовки, это уже не работает. Это уже всем известно, наверное. Вот именно показатель, возможность принять участие, возможность быть в центре какого-либо события, да, и попробовать это на себе, примерить на себя образ человека, который ведёт здоровый образ жизни. Вот это именно вдохновляет молодых людей. Вот работая в центре молодёжной политики уже 5 лет у меня в этом году было, понимаю, что именно вот только так. То есть мероприятия, какие-то события, акции, как можно больше вовлекать туда молодёжь. Тем самым действительно идёт какой-то эффект положительный, да, которого мы, безусловно, добиваемся. И, наверное, только таким вот образом. Ну и личные примеры, как кто окружает молодого человека, безусловно, тоже важно. Вот уже в это воскресенье побыть частью большого такого мероприятия получится у жителей нашего города. Какая работа проводится по подготовке к мероприятию? Как долго вы готовились? Масштабная работа. Мы готовимся к фестивалю уже порядка двух месяцев. Ну и, безусловно, чем он ближе, тем начинаются бессонные ночи, подготовка, подготовка, ещё раз подготовка. Очень хочется всегда сделать для участников что-то новое, что-то интересное, показать им мероприятие с новой стороны какой-то, да, того, чего они ещё не видели. Или, безусловно, ориентируемся на то, что сейчас популярно, модно, что заинтересует молодого человека. То есть не только там упор, что вот здоровье, здоровье, здоровье. Скучно, да, в какой-то момент же становится это уже. Хочется что-то, какими-то другими методами донести то же самое, что и, в принципе, в основной цели идёт в фестивале. Основная цель фестиваля, безусловно, показать молодому человеку, что такое здоровый образ жизни в целом. И максимально показать ему, как можно управлять. То есть мы показываем различные фитнес-направления тренировки. В этом году у нас будет представлено уже их семь. Да, можно будет выбрать. В том числе мы такими новинками в этом году выставляем для молодых мамочек слинго-танцы, например. Да, то есть, ну, такое достаточно популярно уже в каких-то больших, более крупных городах данное направление. Оно вот у нас появилось, представила его, представляет в этом году школа танцев в Ludens Family, руководитель Татьяна Лупандина. Я думаю, что это будет очень интересно, здорово. И как раз-таки мамочки, которые дома сидят, им очень хочется туда попасть. Но вот вроде как малыша оставить. И не возникает такого большого вопроса. Берёшь с собой малыша и идёшь вместе к нам на фестиваль. Заодно и папу, и всю семью. Вот. Поэтому, безусловно, много всего будет нового направления. В том числе у нас добавляется акваэробика. В этом году будет представлено. Единственное, что будет небольшое ограничение в количестве участников, которые смогут принять. Вот. Но я думаю, что вот в том году у нас было 200 участников на фестивале. А все бы и не захотели, да, возможно, попробовать данное направление. То есть кто-то побаивается, кто-то стесняется, кто-то ещё что-то. Ну вот в этом году смогут принять участие в акваэробике 30 человек. Уже у нас 25 человек изъявили желание. Вот 5 мест остаются в свободах, поэтому приходите. Приходите, берите на заметку обязательно. Вот как в повседневной жизни организовать свой быт человеку, который хочет вести такой вот здоровый образ жизни? Да, на самом деле всё очень просто. Начать, проснувшись, выпивать стакан воды, делать какую-то элементарную зарядку, разминку, включить музыку вместе с ребёнком потанцевать или... Ну вот всё очень просто. На самом деле как-то в последнее время вот там... Нет времени, нет времени, там ещё чего-то. А ведь всё на самом деле очень просто. Сидим там, смотрим какую-то новостную ленту, там передачу, да, какую-то по телевидению. Почему в этот момент мы не можем встать и помахать там ногами в разную сторону? Ну можем ведь, да? Просто вот нужно это захотеть. Промотивировать себя, понять, для чего мне это нужно. Для себя, да, прежде всего это для себя нужно. Поэтому всё очень просто, и можно всегда найти тот, кто хочет, находит возможности, и это уже проверено. Давайте немного обсудим образ человека, который видел здоровый образ жизни. Как это способствует улучшению жизни человека? Образ человека. Наверное, он у каждого свой. Ну, как-то вот картинки единые, не могу сказать точно. Но для меня, вот у меня круг такой людей, стараюсь сформировать около себя, да, таких вот прям активистов, хотя разные у меня есть. Друзья и знакомые, в принципе, людей люблю. Вот, но люди, которые ведут здоровый образ жизни, они вот, замечая колоссально, много всего успевают. Это прям такие люди с мотором внутри, они всегда где-то что-то делают, и такие прям живчики-малцы. Позитив. Всегда излучают какую-то положительную энергию, глаза горят, блестят. То есть, ну, конечно, это здорово, когда ты себя чувствуешь хорошо, когда твое тело в норме, ты с собой доволен. Нету какого-то самовоедания, да, то есть нет такого, что прихожу, там, в зеркало смотрю, то не так, это не так, там, то болит. А мне вроде 20, да, постоянно хочется спать. То есть такого вроде нет, ну, и все замечательно. Безусловно, это в жизни играет огромную роль. И в семье, взаимоотношения в семье налаживаются. Безусловно, все это налаживается. Поэтому, ну, тут одни плюсы, мне кажется, минусов там. Никаких минусов. Поделитесь личным опытом, как ваша жизнь организована в соответствии с правильным питанием, с правильными нагрузками. Я стараюсь вести в плане питания, да, если брать, то это, безусловно, я стараюсь правильно питаться. Безусловно, это в нашем регионе немножко это тяжеловато за счет того, что не всегда у нас там есть хорошие овощи, фрукты. Но, тем не менее, кто ищет, тот всегда найдет. Можно что-то придумывать. Очень много информации в интернете. Если вот хочется начать, много информации в интернете. Но не вся она, конечно, полезная, будем честными. Но можно. Можно посоветоваться со специалистами, которые есть в нашем городе. И, в принципе, люди очень хорошо идут на контакт. То есть, ну, нет такого, что вот только все на коммерческой основе. Да нет, конечно. Если человек живет этим, если он хочет поделиться, ну, я всегда рада помочь, я всегда рада поговорить, сесть. То есть, такого нет. Ну, вот мой день начинается со стакана воды. Обязательно. То есть, это я всех прям к этому призываю обязательно делать. А теплый стаканчик водички выпивать. А зарядку я не делаю. Скажу честно, сейчас все охнут, ахнут. Как же так? Но у меня ежедневные нагрузки в плане тренировок вечерние. Поэтому зарядку, честно, я встаю. И вот у меня тут 30 минут на сборы, потом на работу. Но я просыпаюсь правильно. Что значит правильно просыпаться? Брать пример вот с братьев наших меньших. На самом деле, ни одна там, вот возьмем там кошку-собаку, не вскакивает и не бежит куда-то с утра. Они же все тянутся. Вот. И поэтому я всегда своим тоже девчонкам знаком говорю, проснувшись, будильник надо поставить вот немножко пораньше, чтобы было время потянуться с одного бочка, перевернуться на другое, глазками похлопать. То есть это тоже такого, ну, своего рода гимнастика идет. Пусть она прям минимализирована, но тем не менее она есть. Если есть время на зарядку и желание, это очень здорово, замечательно. Зарядка, завтрак обязательно. У меня каши. Я их люблю. Мне в этой жизни повезло. Многие каши не любят. Я их обожаю. Фрукты, каши. Обязательно перекусы. На работу с собой беру контейнеры. Ну, то есть стараюсь, конечно, правильно питаться в этом плане. Мужа всегда с контейнерами на работу отправляю нас в этом плане. Тут так все строго под моим контролем. Ну, и муж у меня ведет здоровый образ жизни. То есть нам в этом плане с ним очень повезло. Важно найти, наверное, единомышленника в этом плане. Особенно в семье. То есть чтобы даже если вот супруг против, да, в какие-то моменты там хочется чипсов каких-нибудь, но чтобы он поддерживал вторую половину свою. То есть вот опять же момент этот важен. Верной пример, заразительный. Да, тоже верно. Тоже верно. И в плане даже здорового образа жизни люди меняются. И своим вторым половинкам, которые вроде казалось там такие скептики, дай, жизнь одна, можно все. Можно все, но с умом, с умом в разумном количестве. Нужно об этом помнить, думать. И все это не просто так. Хорошо, вернемся к мероприятию. Как вообще возникла идея проведения вот такого фестиваля в нашем городе? Ну, вообще изначально у нас уже фестиваль проводится четвертый год, да, в этом году будет. И вообще изначально он был в планах федерального проекта масштабного «Беги за мной». Назваем, в принципе, сохраняем. Проект направлен на то, чтобы привлечь молодежь к своему здоровью, чтобы популяризировать здоровье, популяризировать здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом, физическими различными активностями, просто даже пешими прогулками, да. Вот, и безусловно, мы подключились. То есть я как ярый такой сторонник здорового образа жизни в НОО, перехватила данный проект на молодежный центр. И, в принципе, вот в рамках данного проекта мы начали уже реализовывать мероприятия, в том числе и фестиваль, массовые забеги, различные акции, кулинарные мастер-классы, ну, различного рода такие вот активности делать. Вот, поэтому от проекта все пошло. На данный проект, на данный момент проект, не сказать, что он не действует, да, может быть, не так активно о нем все говорят, но во многих регионах он существует, его, так скажем, продолжатели ведут его, привлекают. Очень здорово, очень такой вкусный он проект, его смотреть даже приятно, он такой яркий, краски такие интересные собраны, безусловно, молодежь это привлекает. И, ну, чтобы вот, чтобы было красиво, это тоже важно, да, эстетический вид. Поэтому проект очень хороший, и как бы он там не уходил на какой-то план, может быть, непосредственно у руководителя, да, новые там идеи появляются, еще что-то, но мы его поддерживаем и, в принципе, планируем дальше его проводить. Валерий, я думаю, жители Нинецкого округа уже давно знакомы с фестивалем, многих он вдохновляет. Скажите, ведется ли какая-то статистика, может, обратная связь? Помогает ли он популяризации здорового образа жизни? Да, ну, как таково, вот именно что там статистики, сколько принимают участие, еще что-то, мы, безусловно, эти все списки ведем, но для меня вот в этом году стал таким важным, наверное, весомым показателем тот момент, когда в начале апреля мне начали звонить люди на работу, на рабочий номер, на личный номер тоже, в личные сообщения писать, там, здравствуйте, тут вроде как апрель, а когда фестиваль-то будет? Он у нас всегда в апреле проходит. Единственное, что числа немножко меняются, там, 15, 16, 20, в этом году, вот 30-го мы решили сделать. И вот настолько мне это было приятно, что люди, так, апрель, вроде как фестиваль должен быть. Безусловно, это радует, и с каждым годом количество участников у нас увеличивается, я очень надеюсь, что и в этом году будет больше, чем в следующем. Хотя работаю всегда на качество, количество важно, но вот качественный показатель того, что человек понял, и в дальнейшем, да, вот после этого дня, после фестиваля, пошел уже другой отчет какой-то в нем самом, то есть что-то изменило, что-то щелкнуло, что-то он понял. Фестиваль ведь дарит не только возможность какими-то тренировками позаниматься, новыми, да, которые там, может быть, были финансово недоступны, или вот как все время там не хватает, всем, а тут вдруг появилось. Но он дарит новых знакомых. То есть это так здорово, когда вот в одном зале собрались в один день единомышленники, люди, которые, ну, я не знаю, уместно ли это слово, болеют одним и тем же. То есть вот они болеют собой, они стараются сделать что-то для себя лучше, узнать что-то новое. Замечательно вообще, я очень рада. И вот в этом году именно вот этот вот показатель, он прям мне вдохновил. Вот прям правда. И до этого была такая подготовка, вроде так все степенно, все по плану, что должно быть. И тут прям понеслось, новые горизонты открылись. То есть это важно на 100% отработать. Да, конечно, что людям-то это нужно, я чувствую, я это вижу, я это знаю. То есть мне они уже сами это сказали. Конечно, это вдохновляет, безусловно. Вдохновляет на что? Какие-то, может быть, планы на будущее обозначить? Конечно, планы большие, планов очень много. И в рамках этого мероприятия, то есть в следующем году у нас будет уже юбилейный фестиваль, пятый. Хочется его сделать прям еще более запоминающимся, еще более масштабным. Безусловно, все то, что запланировано, акции, забеги, это все будет. Хочется, и уже есть идеи, как это сделать более интересно. То есть, чтобы привлечь не только аудиторию молодежи, на которую непосредственно мы работаем, но ведь и на фестивале мы не ограничиваем людей по возрасту. То есть нет такого, что от 14 до 30 приходите, а там уже влево-вправо, ну там, как уж хотите, так и занимайтесь. Нет, мы не ограничиваем в этом плане. Хотя, безусловно, вроде как проект молодежный, на молодежь направлен, но мы стараемся всем жителям дать возможность попробовать себя в нем. Планов много, бывает нехватка немножко, может быть, каких-то ресурсов даже в плане того, что где провести. Да, вот места недостаточно у нас каких-то таких специализированных, оборудования, с чем можно поработать. То есть, ну, безусловно, там на одном своем весе далеко ты не уедешь. Когда-то в какой-то момент это станет скучновато немножко. Ищем возможности, ищем людей, которые нам помогут в этом, которые единомышленники с нами все вместе. Очень радуюсь, что каждый год команда тех, кто помогает в организации, мы обрастаем новыми людьми. И гораздо так интереснее, во-первых, работать, да, когда не один, а один там сам с собой. Интересно, да, возможно, интересно. То есть, когда есть какая-то команда, с кем можно посоветоваться, кто-то что-то новое внесет, какие-то идеи, это здорово. Есть общая цель, такая хорошая. Есть общая цель, да, к которой мы все вместе идем. Ну, здорово. Но расскажите подробнее, что будет в воскресенье, во сколько, где собираются приветствовать здоровый образ жизни. В воскресенье, значит, у нас программа в этом году разделена немножко на два, так скажем, эпицентра событий. А первая тренировочка, от которой у нас заявлено в этом году, новая акваэробика, она будет с 11 до 12 проходить в Норде. А далее, с часу дня у нас будет официальное открытие, официальная часть уже непосредственно в детско-юношеском центре «Лидер». В принципе, все четыре года мы проводим там. Это наша такая дружеская площадка. Спасибо большое директору, который нам всегда помогает, директору лидера, да, Федотову Андрею Евгеньевичу. Она никогда нам не отказывает, всегда помогает в плане самой площадки, чтобы была возможность где-то сосредоточить всех людей. Что будет? Будут различные тренировки. Каждый человек сможет, каждый участник сможет себя попробовать как минимум в трех-четырех направлениях. То есть, ну, единственное, что вот мамочки, да, если у меня нет малыша, ну, что, я пойду на слинго-танц? А вот на все другие тренировки, пожалуйста, без проблем. Будет кулинарный мастер-класс, который уже так набирает у нас обороты, пользуется популярностью. Очень интересно, да, научиться готовить не только вкусные, но и полезные блюда, к чему мы и учим на кулинарном мастер-классе. Будут фотозоны, будет детская площадка, в принципе, оформлена, куда, если негде оставить ребеночка, можно взять его с собой. То есть, ну, без проблем, волонтеры будут с ним заниматься. Ну, и само мероприятие подразумевает под собой, что ребенок может встать и вместе с мамой попрыгать. Ну, почему нет, да, тоже увидеть, что вот мама моя занимается. Пример. Вот, поэтому будет еще несколько новинок. Не хочу открывать секреты, чтобы было интересно. Приходите. Всех приглашаю. Хорошо, спасибо. Вот вы упомянули про место проведения. Может быть, еще какие-то сложности возникают в процессе подготовки? Ну, вот с местом проведения непосредственно, конечно, хочется мероприятия делать не только какими-то наполненными, да, чем-то интересным. Это важно, но очень важно эстетический вид. То есть хочется, чтобы человек приходил, красивое помещение, красивое какое-то оборудование, которое мы можем предоставить. Вот с этим у нас немножко возникают, конечно, трудности. Тут иногда с миру по нитке начинаем собирать, что давайте это, это, туда, помогите. Не хватает спортивной площадки, это да. Тут, ну, скрывать нечего, мне кажется. У нас, помимо детско-юношеского центра «Лидер», нет такой площадки, которая могла бы вместить в себя 200-300 человек, которым было бы в одно время комфортно всем вместе находиться. И в том числе и организовать какие-то вот зоны, там, допустим, кулинарные, различные активности, фитнес-активности как-то развести по разным сторонам. То есть нужно как минимум два каких-то отдельных спортивных площадки. И хватает этого, конечно, эта мечта, чтобы у нас была в городе фитнес-студия, которая направлена на мероприятие вот такого окружного уровня, куда молодые люди могут приходить и видеть это изнутри, в том числе в эстетически красивом виде. Валерия, я не постесняюсь называть вас ветераном здорового образа жизни. Как оцените обстановку в нашем округе? Ну, я всегда рада каждому, кто присоединяется к здоровому образу жизни, кто что-то в своей жизни, что-то меняет. Если это буду там я для человека каким-то вдохновительным, это, безусловно, еще более приятнее. Ставить какие-то, ну, цели, чтобы вот там после каждого фестиваля 30 человек у нас проходили, вот все, все меняли, и все у них по-другому начиналось. Ну, наверное, это будет неправильно с моей стороны. Я же, ну, в реалистичном мире живу, я все понимаю, что не будет такого, что будет когда-то белое и черное, всегда будет зло и добро, всегда будет кто-то за здоровый образ жизни, кто-то будет против. Это нормально, это жизнь. Но я хочу заметить, что в целом молодежь, да, я работаю с молодежью больше все-таки в молодежном центре, поэтому я вижу по даже самому отзывам, да, по самим отзывам, по самому участию, как люди набираются на мероприятия, там, элементарно по регистрации, по регистрации, да, на мероприятия участников. Конечно, чем дальше, чем вот каждый год набираем обороты, то есть люди меняют мировоззрение, они понимают, что да, это хорошо, да, это полезно, да, я вижу результат, то есть вот можно так выглядеть, можно так выглядеть, ну, все к лучшему. Какой-то статистики, я думаю, что, ну, это, наверное, не в моей немножко компетенции приводить статистику, но показатель растет тех людей, которые присоединяются к здоровью. Я вообще не очень люблю эту аббревиатуру ЗОЖ, вроде как по-другому не скажешь, да, но вот к здоровью, к здоровью, к своему здоровью. Какой-то опыт в соседних регионах, может быть, перенимаете? Я сама с Северодвинска родом, поэтому очень тесно мы сотрудничаем, вообще, в принципе, общаемся с ребятами, вот с Архангелогородцами, город Архангельск, Северодвинск, с Сыктывкаром, мы с ребятами очень плотно так взаимодействуем, кировские ребята, я с ними не знакома лично, но в социальных сетях постоянно просматриваю, что у них ведется, да, какие формы применяют они в своей работе. Конечно же, обвиниваемся, тут невозможно все самим придумывать, постоянно какие-то новинки искать. Конечно, все на обсуждении постоянно, все, а если так, а если так, что будет после фестиваля всегда, да, я делаю для себя какой-то срез, по которому я вижу, что вот так вот это пошло, это не зашло, убираю. Ну, а как по-другому, на пробах и ошибках все познается, конечно. Валерия, расскажите, чего ждете от предстоящего мероприятия лично вы? Я хочу подарить людям праздник. Фестиваль — это своего рода праздник, такой долгожданный, ежегодный уже, да, традиционный, поэтому хочется действительно показать все, все то, что преподносится иногда сухо, очень красочно, очень ярко, очень доступно. Мне, безусловно, важно, чтобы человек смог это потом, участник фестиваля смог повторить дальше, допустим, тот же кулинарный рецепт дома, чтобы это все прошло не зря, чтобы каждый для себя что-то вынес с данного мероприятия, будь то изменение жизни кардинально своей, либо новое знакомство, либо просто, даже если этот день он проведет вот в таком вот позитиве, в таком отличном настроении, для меня уже и это будет показателем, потому что что-то где-то все равно останется, в какой-то момент это потом даст свои плоды, а я в этом уверена. Не проходит это все бесследно, и, конечно же, каждый участник, кто уже был и кто возвращается, тоже ведь не просто так возвращается, значит, это правильно. Ну, кого из новичков ждете на мероприятии, на кого направлена программа фестиваля? Ну, вообще, наши участники, участником данного мероприятия может быть любой житель, да, и города Наринмара, Нинского автономного округа в том числе. Мы всем рады, надеюсь, дорога, может, не так все будет печально, смогут до нас добраться хотя бы близлежащие с муниципальных образований участники. Конечно, безусловно, очень хочется видеть ту категорию, на которую направлено, с кем мы должны работать, да, кого взращивать нужно, чтобы дальше был какой-то такой положительный результат. Поэтому, конечно же, я приглашаю всех молодых людей округа, города Наринмара, присоединиться к нам на этот фестиваль. Я уверена, что он пройдет в замечательном настроении, в замечательной обстановке, теплой, дружеской. И даже если ничего не захочется делать, а просто вот походить, посмотреть, это тоже можно, можно сделать. Не обязательно принимать участие в тренировках. И то вот будет такой положительный в себе, внутри положительный результат для каждого участника. Приглашаю всех, всех будем рады видеть. Для каждого будут какие-то сюрпризы, какие-то конкурсы, где можно будет поучаствовать. Главное желание. Что пожелаете нашим телезрителям? Безусловно, я как зожник хочу пожелать всем здоровья. Хочу пожелать всем здоровья, крепкого. Будет здоровье, будет все остальное. Будет счастье, будет удача, будут силы на интересные проекты, на работу, на семью, на любимых друзей. Поэтому верьте в себя, любите себя, любите себя в хорошем плане именно в том, чтобы беречь свое здоровье, беречь себя изнутри. И участвуйте в наших мероприятиях. Мы для вас всегда работаем, рады. Спасибо большое, Валерия, за то, что пришли сегодня к нам в студию. Пусть ваши мероприятия и это, и последующие проходят только на ура. Спасибо вам большое. Я напомню, в воскресенье 30 апреля в детско-юношеском центре «Лидер» состоится фестиваль здорового образа жизни. Это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.